Привет! Спасибо большое, что пришли. Мы очень надеемся, что вам понравится наше мероприятие, а информация будет актуальной и полезной. Сейчас я вам расскажу несколько слов о нашей компании. Мы компания CloudFresh и специализируемся на продаже и интеграции облачных решений, которые помогают бизнесу повысить эффективность работы, снизить затраты на обслуживание IT-инфраструктуры и оперативно внедрять инновационные продукты для укрепления лидерских позиций на рынке. Мы являемся партнерами таких решений, как Google Cloud, Asana и Zendesk. Собственно, про Zendesk сегодня и пойдет речь на нашем вебинаре. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или если вы как раз в поиске решений для своего бизнеса, оставляйте свою заявку на консультацию, и мы с радостью вам поможем. Ссылочка есть как в чате, так и в описании трансляции. Коротко о нашем мероприятии расскажу, что сегодня будет, кто спикер. Начнет его Александр Захаренко, это старший консультант по решениям Zendesk. И он расскажет о фазах жизненного цикла клиентов, технологии клиентского сервиса и важности клиентского опыта. После выступления Саши слово возьму я и покажу вам небольшой воркшоп, демонстрацию, как может выглядеть саппорт отдела в e-commerce, как работать с аналитикой и делать кастомные отчеты для своего саппорта. Также, как на основе полученных данных можно оптимизировать клиентский опыт. После наших выступлений будет блок с ответами на ваши вопросы, и за лучшие вопросы мы вручим призы и сделаем розыгрыш. На этом вродном слове можно заканчивать, и я передаю слово Саше. Саша, тебе слово. Спасибо, Артур. Всем добрый день, рад вас видеть. Мне еще нужен экран, шер. Да, предоставил. Замечательно, поехали. Зовут меня Саша Захаренко, я хотел бы сегодня поговорить с вами о комплексном управлении клиентским опытом. Давайте сразу же нырнем в это дело. Мы все это делаем для клиента. То есть я думаю, что бизнесу всегда нужно понимать, для кого в конечном итоге делаются какие-то инициативы, которые происходят в вашем бизнесе и тому подобное. То есть мы делаем это все для клиента. И для клиента этот опыт, который он имеет с вашей службы поддержки, он должен быть вовлекающим, он должен быть унифицированным. И при этом вы как бы... Наиболее лучшая практика – это предоставлять клиентам те каналы, с которыми им удобно с вами общаться. То есть не то, что удобно для вас, а то, что удобно для клиента. Опять же, клиентский сервис должен быть быстрым. То есть скорость ответов – это самый крупный фактор, который влияет на то, насколько ваш клиент удовлетворен вашим клиентским сервисом. То есть СИСАД. Самая большая метрика, которая имеет влияние на этот СИСАД – это скорость вашей поддержки. Также, конечно же, многие или большинство уже ожидают от вас персонализации. То есть то, как мне это удобно и как я это себе настроил, так оно у меня все должно работать. И, конечно же, этот опыт должен быть бесшумным. То есть, например, вы можете посмотреть на хелп-центр Logitech, который сделал на нашем портале Guide. То есть там вы не замечаете, когда вы переходите в службу поддержки или когда вы находитесь на сайте, задаете вопросы, и у вас сразу же появляются на это дело ответы. Качественный клиентский сервис со стороны вашего бизнеса – это достаточно сложное задание. Мы с удовольствием поможем вам это задание облегчить. То есть тот сбалансированный подход, который необходим, то есть это клиент хочет контактировать через привычный канал, как я уже говорил. То есть если я тот человек, который общается в Телеграме, я весь современный, и у меня все контакты в Телеграме, то я должен иметь возможность связаться с вами также через Телеграм. Если это какой-нибудь человек, скажем, там 50+, который вот научился в WhatsApp, и слава богу, то есть вы должны быть для него доступны. Также в WhatsApp, конечно же. Клиенты также хотят персонализированной коммуникации, мы уже об этом упомянули. Агенты. То есть мы думаем не только о ваших клиентах, но мы думаем о ваших агентах. То есть у них должны быть все инструменты в одном окне. То есть мы адвокаты этого принципа, одно окно. То есть сформулировать, если его в одном предложении, то для того, чтобы... То есть вся информация, которая необходима агенту для того, чтобы решить подавляющее большинство тех вопросов, которые сыпятся на него со стороны клиента, вся информация для этого у него должна быть в одном окне. Он не должен переключаться в какие-то другие программы, посмотреть туда, зайти в третью систему. Вся информация должна быть в одном окне. Конечно же, бизнесу нужно быстро адаптироваться и меняться. Мы вас в этом очень поддерживаем. Мы поддерживаем, то есть как бы агильность, разумеется, во всех устах. Также бизнесу нужно необходимо скалировать, необходимо масштабировать для того, чтобы поддерживать ваш рост, вашего бизнеса. То есть у нас то количество максимальных агентов, которые работают на одном инстанции, который мне известен, это 17 тысяч агентов. То есть масштабируемся мы практически в бесконечности. И вам не придется менять решение, когда вы доросли до какого-то границы, то есть как это бывает с другими провайдерами. Не каждое решение дает и желаемый результат. То есть то, что мы очень часто слышим, это либо полное отсутствие аналитики в службе поддержки, в инструменте, которым пользуются клиенты, либо эта аналитика слишком слабая, и они не могут ее кастомизировать. Также, то есть все должно быть стабильным, когда вы вносите изменения на каком-то одном участке вашей службы поддержки. Это не должно сказываться на других участках и тому подобное. То есть вы видите сейчас на экране, с какими проблемами сталкиваются бизнесы, и все эти проблемы мы достаточно легко помогаем решить. Мы чемпион клиентского сервиса, то есть следующий слайд покажет, что я не голословен, в чем наше преимущество. То есть мы самый инновационный клиентский сервис, то есть наш R&D очень быстрый, и, как правило, мы выкатываем то новое, чего требует рынок быстрее, чем конкуренты. Клиентский сервис в нашем ДНК, то есть мы небольшой какой-то софтверный гигант, который в том числе и предлагает вам службу поддержки. То есть наша компания была создана именно исходя из службы поддержки, и это наш центральный продукт. И лучшие практики встроены уже в решение. То есть мы росли с такими компаниями, как Airbnb, Uber, Netflix и тому подобных. И на определенных фазах их развития они требовали от нас какой-то новый функционал или какие-то новые метрики, и мы для них встраивали это в продукт. И это, конечно же, все осталось в продукт встроенный. То есть когда вы приобретаете нашу платформу, вы приобретаете вместе с ней не только сам продукт, вы приобретаете сразу же лучшие практики, которые вы можете с первого дня начинать уже применять в работе с вашими клиентами. Ну и это не только наше мнение, это также мнение одного из двух крупнейших аналитических игроков на рынке, то есть Gartner. Мы уже шестой год подряд в квадранте лидеров Gartner, и второй год подряд мы уже получаем рэнк номер один в плане цифрового юзкейса. То есть если мы говорим об e-commerce, если мы говорим о неголосовых, скажем так, сообщениях, все, что касается текста, то есть мы уже достаточно давно номер один, до этого у нас был приз зрительских симпатий, мы очень часто получаем какие-то хорошие призы. Также нам доверяют, вот к сожалению, мы не успеваем обновлять слайды, насколько быстро мы растем, то есть у нас уже 170 тысяч клиентов по всему миру. Ну и здесь наверняка то, что знакомо почти каждому, это будет Netflix, или, допустим, если вы играли в игру World of Tanks, то есть в танчики, в Wargaming, это тоже, если вы вдруг обращались в службу поддержки, все работало на Zendesk. Пять основных наших ключевых преимуществ, то есть мы были созданы для CX, как я уже упомянул, простота и функциональность, то есть вообще, в принципе, не только в бизнесе, но и вообще нет ничего более сложного, чем простота. И над этой простотой у нас работает команда CX, то есть команда, которая создает дизайн и функционал в нашей системе, и при этом система, опять же, открытая и гибкая. У нас нету никаких пропертерных языков, то есть все языки, если вдруг нужно дополнительно что-то разработать к нашему продукту, это все открытые стандарты, это все достаточно гибко и быстро настраивается, и быстро очень разрабатывается, с точки, когда вам необходимо привлекать разработчиков. Доступность данных, то есть они у нас там не закопаны, не спрятаны, вы можете использовать эти данные в каких-то дополнительных репах, которые вы создаете в других аспектах нашего продукта. Ну и лучшая стоимость владения, то есть мы не только лучший инструмент на рынке для CX, мы также достаточно дешевы по сравнению с другими продуктами. То есть если мы смотрим на Total Cost of Ownership, который состоит из стоимости рецензии, стоимости внедрений и стоимости поддержки в рабочем состоянии нашего продукта, то есть если вы примите во внимание все эти три фактора, то у нас лучшая стоимость владения на рынке на сегодняшний день. Что есть Zendesk? Zendesk – это коробочные решения, то есть это уже готовые решения, которые вы можете применять, то есть экстремальный пример, который известен мне, это внедрение Zendesk в течение трех часов после покупки, то есть когда отключили у одной компании предыдущие решения, они запустились с имейлом и чатами на сайте в течение трех часов. Мы строим, как бы наша философия строится вокруг трех столпов, и я бы хотел подробнее поговорить с вами об этих столпах, то есть в первую очередь это должно быть просто для клиентов, также необходимо создать все условия для того, чтобы ваша команда была успешной, ну и, конечно же, достаточно критично – это синхронизация бизнеса, то есть те люди, которым требуется какой-то доступ к данным, они должны этот доступ получать, те люди, которым нужно смотреть в тикеты, при этом они не отвечают вашим конечным клиентам, им необходимо предоставить возможность, то есть для этого есть у нас бесплатные легкие агенты и тому подобное, то есть давайте посмотрим на это все поглубже. То есть простота для клиентов, унифицированный клиентский опыт, то есть вне зависимости от того, где клиент к вам обращается, будь то по e-mail, будь то в социальных сетях или в чате на сайте у вас, допустим, если мы говорим об e-commerce в магазине или гэмблинг-платформе, прям непосредственно в игровой платформе, этот опыт должен быть одинаковым, то есть не так, что если я пошел в WhatsApp, то я попадаю напрямую к агенту, а если я пошел на сайт, я попадаю сначала к боту, а потом к агенту. То есть мы адвокируем тот принцип, что этот опыт должен быть унифицированным, и с помощью нашей системы вы достаточно легко все это можете запустить. Также успешная команда. Конечно же, мы думаем не только об опыте клиента, но и опыт агента для нас является большим фактором, на котором работаем наши команды, то есть то, о чем я уже говорил, все инструменты в одном окне. То есть здесь в рамках одного рабочего места, я бы скорее сказал в рамках одного окна. То есть все должно быть доступно, и вы видите, что здесь достаточно легко переключаться между каналами, у вас есть полная информация о клиенте, история последних обращений, я думаю, Артур здесь нам покажет гораздо интереснее и занимательнее все это дело, и синхронизация бизнеса, конечно же. То есть во всех устах мы сегодня слышим, то есть мы хотим принимать решения на основе данных, то есть не так, что давайте попробуем это или давайте попробуем вот то. То есть как бы вы делаете какое-то изменение в системе или вы начинаете как-то немножко по-другому работать с клиентом, то есть перед тем, как вы начали эту новую инициативу, вы фиксируете какие-то ваши KPI, вы фиксируете какие-то ваши метрики, и после того, как вы ввели свою инновацию, вы проверяете, насколько это повлияло на удовлетворенность клиентов, допустим, или на скорость, с которой отвечают ваши агенты на запросы, или, допустим, насколько вы придерживаетесь SLA и тому подобное. То есть это легко и просто делается в нашем продукте Explore. Артур упомянул, что он тоже покажет нам, как все это дело делается, я с удовольствием тоже на это посмотрю со стороны. Наконец-то. Обычно я показываю, тут у нас есть Артур, и Артур все покажет. Мне интересно побыть в роли зрителя тоже здесь. Открытая и гибкая платформа, то есть мы предоставляем вам единый взгляд на клиента, при этом у нас единый взгляд на клиента, у нас несколько другая философия, чем принята, скажем так, у Salesforce. Их философия мы вам покажем Customer 360, то есть мы вам покажем, помни, взгляд на вашего клиента, но только вы при этом нам все данные к нам в платформу сложите, а мы вам их покажем. Мы придерживаемся другого мнения, то есть мы считаем, что те данные, которые относятся к суппорту, они должны жить в суппорте, а все остальное должно жить в системах, которые как бы специально для этого разработаны, то есть если это какой-то отдельный CRM, если это отдельная какая-то система заказов, эти данные там и должны оставаться, но для того, чтобы ваш агент эти данные видел, они должны к нему в реальном времени подтягиваться, то есть эти данные всегда свежие, и они всегда остаются в том месте, где они и должны жить. Кастомизация, то есть конфигурации и партнерские предложения, в общем-то, достаточно сложно найти один Zendesk, который точно похож на другой Zendesk, потому что при тех возможностях кастомизации и расширения продукта, которые у вас есть, они достаточно различаются между собой. Ну и для разработчиков у нас есть готовый Enterprise API. Разработчики нас, как правило, очень хвалят за API, я очень много комплиментов услышал, во-первых, за то, как они сами работают, насколько просто и интуитивно они все сделаны, плюс у нас документация замечательно гуглится, то есть им не нужно искать, им не нужно копаться в каких-то фолиантах, они просто пишут в Google Zendesk, и то, что они хотят сделать, они находят какую-то статью, которая помогает сделать то, чего они хотят. Также мы не только продукт, то есть мы не только платформа, но мы и экосистема, то есть, как видите, более тысячи интеграций приложений уже есть готовых из коробки, то есть Shopify и тому подобное, то есть CRM, одна из самых популярных, это связь с Salesforce, чтобы мы могли видеть в Salesforce, допустим, всю информацию по клиенту Salesforce внутри службы поддержки. То есть, тоже, если вы пользуетесь каким-то инструментом, не стесняйтесь, заходите к нам на сайт, зайдите в Apps Marketplace, посмотрите, может быть, наверняка те инструменты, которыми вы уже пользуетесь, с ними есть уже готовые интеграции какие-то на нашем Marketplace. И то, о чем я уже упоминал, скорость внедрения, то есть экстремальный пример – это три часа, но 90% наших клиентов запускают в течение восьми недель, то есть мы не говорим здесь об… То есть мы, несмотря на то, что enterprise-grade, то есть мы достаточно быстро запускаемся, все работает из коробки, и у вас достаточно широкие возможности кастомизации этого всего. То есть два месяца внедрения – это достаточно серьезный аргумент, как правило, когда мы разговариваем с клиентами, и когда они нас сравнивают с конкурентами, где проект длится, допустим, там 10-12 месяцев и 8 недель с нашей стороны, то это, конечно же, как правило, серьезный плюс в нашу пользу. Ну и последний, по-моему, это слайд, то есть как мы занимаемся с нашими клиентами. То есть это вот как раз-таки фаза жизненного цикла наших клиентов, когда вы к нам обращаетесь, то есть у вас появляется, как правило, сразу sales, то есть если мы говорим о CloudFresh, они тоже наши партнеры, то это будет предоставлено со стороны партнера. У вас будет салюжен-консультант, то есть тот человек, который рассказывает, объясняет, как система работает, с чем это можно интегрировать и как это все делается. После заключения договора у вас есть customer success, то есть вам периодически с вами связываются наши специалисты или специалисты наших партнеров и говорят, давайте мы посмотрим, как вы используете вашу систему и что можно еще оптимировать, что можно сделать еще лучше. Всегда можно сделать что-то лучше, и мы достаточно хорошо это делаем. Если вам необходима помощь во внедрении, то опять же замечательный партнер CloudFresh, либо профессиональные сервисы со стороны Zandesco. Партнеры тут еще выделены отдельно, но мы про них уже очень много поговорили, то есть мы очень довольны нашим сотрудничеством с CloudFresh, много довольных клиентов, и у вас всегда есть доступ к нашей адвокаси, то есть это то, как мы называем нашу службу поддержки, то есть мы видим их как адвокатов клиентов, то есть они скорее на вашей стороне, чем на стороне продукта. Ну и на этом мне только остается поблагодарить вас за ваше внимание, и я с удовольствием приглашаю вас посмотреть демонстрацию продукта. Спасибо, Саша. Получилось очень информативно и полезно. Я хочу перед стартом своей демонстрации напомнить вам, чтобы вы задавали вопросы в чатик. Самые интересные вопросы мы, конечно же, оценим и подарим подарки от Zandesco и CloudFresh. Хорошо. Что ж, я начну. Сейчас расшарим экран. Так, есть. Сегодня я вам покажу демонстрацию того, как может выглядеть саппорт для интернет-магазинов. Все настройки под это демо я произвел буквально за пару часов, как Саша и говорил, что все в Zandesco делается довольно просто. И можно по максимуму внедрить, если очень сильно поджимают сроки, то и за пару часов. У нас будет такой пример кейса обращения в поддержку, например, по возврату товара. Мы посмотрим, как это все проходит. Жизненный цикл тикета и жизненный цикл обращения клиента. И начнем вот с Zandesco. Это наша основная рабочая область агента, где у нас отображаются тикеты вот здесь списком. У нас пока один открытый, немного бэклога нет. И виды. Виды – это такие условные папочки, где мы можем фильтровать наши тикеты по разным условиям. Не знаю, по статусу тикета, который сейчас в работе, который находится в ожидании, которые уже выполнены. Отдельные папки по оцененным тикетам, отдельные папочки по каналам обращения клиента. Телеграм, Вайбер, Ватсап, чат сайта, имейл и так далее. Можно это все разбить, настроить то, чтобы вам удобно было работать. Можно настроить личные виды. То есть каждый агент может себе отдельно настроить вид, чтобы максимально сделать удобной свою работу. И начнем с сайта. Я сделал такой бесплатный демо-сайт по интернет-магазину, где разместил виджет нашего Zendesk. И, например, клиент хочет обратиться по кейсу возврата товара. Открываем виджет. Нас сразу же приветствует AnswerBot Zendesk. И предлагает заполнить коротенькую форму, которая нам позволит собрать необходимую информацию, полезную для агента. На основе этой информации агент может сразу применять какие-то шаблоны ответов. То есть у агента будет понимание, по какому вопросу обратился клиент. Также можно по этой информации, например, делать маршрутизацию. Если у вас есть несколько отделов, которые работают по узким профилям, там, не знаю, возвраты, изменения доставки, какие-то другие еще условия, то на основе этих данных, которые клиент заполнит, он сразу же определит на конкретного человека, который занимается этим. Что ж, начнем. Как клиент обращаемся. И, например, имя будет Паша. Далее Почта. Далее. И выбираем причину обращения. У нас будет возврат товара. Отправляем форму. И бот нам сообщает, что с минуты на минуту подключится сотрудник поддержки. Возвращаемся в Zendesk, становимся в статус онлайн и видим, что у нас приходит сброс чата. Агент поддержки его принимает и открывается у нас такая область, рабочая область агента с тикетом. В центре мы видим всю переписку, видим то, что клиент заполнял форму, его имя, почту, которую он оставил и причину обращения возврата товара. Также видим карточку клиента сразу же справа, как зовут клиента, его расположение, какой у него язык, на каком языке он обращается. А слева уже все полезные действия, которые можно делать с тикетом. Это формы, необходимые поля для работы с этим тикетом. Здесь я настроил как раз, что возврат товара. И у нас сразу же поле причины обращения протянулось в возврат товара. И какая информация нам нужна для работы с этим обращением. Для того, чтобы оформить возврат, нам понадобится номер заказа клиента, четыре последние цифры карты и причина обращения. Также вот эти поля можно настроить и кастомизировать под каждый вид причины обращения. Если благодарность, то мы видим, что у нас только нужна суть благодарности на какого-то сотрудника, где мы отпишем и оставим этот комментарий в тикете. Либо там изменение адреса доставки. У нас будет уже другой набор полей. Номер заказа, город, адрес, индекс. Вернемся к нашему возврату товара и ответим клиенту. Чтобы быстрее отвечать клиенту, в Zendesk можно использовать шорткаты, так называемые шаблоны, где будет подтягиваться тоже необходимая информация, чтобы агент постоянно не набирал длинный текст перед стартом общения с клиентом. Может использовать быстрые ответы. Итак, это мы перейдем. И приветствие вот так у нас подтягивается. Здесь видим, что есть переменные. После применения мы видим, что эти переменные преобразуются в имя клиента. Видим, что Паша, привет, Паша. Сразу сюда же подтягивается и мое имя как агента. Отправляем. И следом видим, что причина обращения на возврат товара. Тоже может быть заготовлена информация, информация для возврата. Отправляем эту информацию, то есть то, что нам нужно. Номер заказа, 4 последние цифры карты. И возвращаемся к клиенту. Клиент видит, что с ним общается Артур, видит фотографию, то есть видит, что общается с живым человеком уже, а не с ботом. И отвечаем. Привет. Номер заказа, давайте какие-то рандомные цифры введем. И 4 последние цифры карты. Отправляем эту информацию. И теперь агент поддержки может ее сохранить в полях. Для чего мы это делаем? Я тут указан передумал. Для чего мы это делаем? Например, если по кейсу, который вы реализовываете, агент первой линии не в силах решить, он может передавать на другие отделы вашей компании. Например, финансовый отдел, который занимается исключительно возвратами. Они не обязательно могут работать в Zendesk, они могут использовать почту для коммуникации. И как раз сейчас мы это рассмотрим. Мы будем рассматривать такой функционал Zendesk, как макросы. Макросы – это набор действий, которые будут применяться с применением макросов, действий с тикетом. То есть может добавлять какие-то комментарии, изменять статус, менять поля, либо тянуть информацию с полей. Добавлять так называемые подписчики – это как копия на e-mail тоже каких-то людей, которые заинтересованы в этом кейсе. И вот сейчас мы применим макрос в интернет-магазин «Возврат товара». И видим, что у нас добавился подписчик в «Возврат товара», добавилось внутреннее примечание. Внутреннее примечание – оно не будет видно клиенту. Это исключительно для коммуникации внутри вашей компании, между коллегами. И подтягивается информация, заготовленный шаблон, номер заказа мы видим, что сразу же тоже подтянулся из нашего заполненного поля. Четыре последние цифры карты и причина – клиент передумал. Мы это отправляем. Информация сохраняется в тикете, что мы передали обращение. Ну и видим, что клиент это никак не видит. То есть это внутренняя коммуникация. Переходим на e-mail того самого человека, который у нас участвует в «Возврате товара». И он видит, что ему приходит новый запрос от меня, от студика, и видит это сообщение. Добрый день, коллеги. Необходимо оформить возврат. Номер заказа – четыре последние цифры карты. Ему не нужно переходить в Zendesk. Он делает свои действия на своей стороне и просто отвечает на этот e-mail своим же сообщением в почте. Добрый день. Возврат. Оформлен. Отправляем это сообщение. Переходим обратно в тикет. И вот сейчас мы увидим, с небольшой задержкой, но увидим. Видим ответ от возврата товара. В почте нам написали, что добрый день, возврат оформлен. Все. В принципе, здесь мы уже можем считать, что кейс с клиентом решен. Возвращаемся к нашему каналу обмен сообщениями. И отписываем клиенту, что тоже по шаблончику можно, что возврат осуществлен. Денеги будут возвращены в течение трех рабочих дней. Отправляем это сообщение. Клиент получает информацию, которая для него полезна. И благодарит. Спасибо. Хорошего дня. Благодарим клиента в ответ. Спасибо. Спасибо. И выполняем тикет. После выполнения тикета виджете чата у нас опять появляется AnswerBot. И задает вопрос, как прошел чат, где мы можем оценить, поставить лайк, дизлайк. Ставим хорошо. И пишем супер. Комментарий к этому. Возвращаемся в тикет и видим, что подтягивается тоже у нас в тикет. Сразу оценочка, которую агент будет видеть и которая будет влиять на СИСАД. И комментарии супер. Вот такая вот коротенькая демо про то, как можно сделать саппорт для интернет-магазина. Но хочу еще остановиться на той теме, которую тоже Саша затрагивал. Это Marketplace Zendesk, в котором более тысячи готовых интеграций и решений. В том числе Shopify. Если кто-то Shopify не использует, то есть и другие платформы. Но если их нет в Zendesk на Marketplace, то не стесняйтесь, можете задавать нам вопросы, оставлять свою заявку на консультацию в чате или в описании трансляции. Мы вам расскажем, как это можно сделать. То есть можно создать свою интеграцию со своей системой и выводить необходимую информацию для агентов в Zendesk. Я покажу вам, как примерно устроено это в Shopify, то есть когда агент работает с тикетом в приложении, которое находится вот здесь. У нас тут не добавлено ничего, но вот здесь будет отображаться вот такое приложение от Shopify, где по клиенту сразу может подтягиваться полезная информация по его заказу. Здесь мы видим, что Майкл Джордан оформил заказ на 530 долларов. Видим shipping information, то есть адрес доставки, куда он оформил заказ. И прямо в Zendesk можно редактировать этот заказ. Если клиент обращается, например, что-то исключить из его корзины, что-то добавить, то агент поддержки может не переходить в Shopify, а все прямо делать в Zendesk, и эта информация будет улетать в Shopify. Поэтому что-то схожее можно реализовать с любой платформой. У Zendesk достаточно хороший API, плюс есть возможность разработать свое такое приложение для Zendesk и вытягивать необходимую информацию с ваших систем, и также возвращать эту информацию в ваше решение. Вот. Это что касается интеграции. Теперь перейдем к вопросу аналитики, которые Саша тоже хочет с интересом посмотреть, как я проведу. Это продукт Explorer Zendesk, где можно создавать кастомные отчеты, которые вы хотите сами для себя адаптировать. И есть уже набор готовых решений, готовых дашбордов от Zendesk. Самые популярные метриками, например, вот Zendesk Support, дашборд, который показывает наше состояние по тикетам, и выводится вся полезная информация с красивыми графиками, то есть сколько у нас было создано тикетов, за какой промежуток времени тоже можем выбирать. Все гибко. Сколько у нас нерешенных тикетов, сколько выполнено и так далее. Также информация по SLA, Satisfaction и так далее. Теперь перейдем. Давайте попробуем создать отчетик. Как создается отчет? Да, отчет называется «Создать запрос по продукту нашего саппорта». Мы будем смотреть на тикеты. Создаем отчет и добавляем, например, метрики. Метрики – это то, что мы будем измерять. Мы хотим, например, посмотреть, сколько у нас было выполнено тикетов. И сразу вводится цифра, что в нашем аккаунте было уже выполнено 34 тикета. Ну, эта информация такая общая. Можно эту информацию раздробить на нужные нам условия. Вот как раз то, что клиент у нас выбирал перед стартом чата. Это причина обращения. Можем выбрать причину обращения. И тогда у нас отчет разложится по этим причинам обращения. Так, тут подтягивается только некоторые тикеты, которые были без этой формы. Мы их исключим. И вот видим такой отчет, что у нас по возврату товара 6 тикетов, благодарность 1, жалоба 1, изменение адреса доставки 5 и уточнение по товару 1. Что эта информация может нам давать? На этом примере может давать сигнал о том, что клиенты очень часто обращаются по возврату товара. Возможно, что-то мы в бизнесе делаем не так. И дает сигнал изучить эту категорию. Почему клиенты часто возвращают товар? То есть, в данном случае информация была бы полезной. Просмотреть, какие причины, почему клиенты возвращают. Это дает... По каждому полю можно вот такие вот интересные моменты вылавливать и понимать боли клиента. и оперативно на них реагировать и устранять. Также можем добавить еще несколько метрик. Например, время первого отклика, время первого выполнения, время полного выполнения выберем. Давайте его тоже будет давать полезной информацией, что возврат товара. Мы в среднем вопросы решаем за 7 минут. Изменяем адрес доставки за 6 минут. Далее мы можем назвать этот как-то отчет. Причина, причины, обращения. И создать свой дашборд. Сохраняем отчет и добавим на панель. Причины, обращения. Сохраняем. И теперь видим, что у нас появился еще один дашборд на стартовой странице. И сразу можем менять, как-то настраивать его более красиво. Вот так растягивать. И наполнять, например, вот такие вот несколько отчетов создавать. Причины, обращения. Можем добавить еще какие-то метрики более общие. Как у вас, сколько тикетов было создано, сколько выполнено по разбивке по дням. И размещать это все на одном дашборде. Можем добавить какие-то фильтры для быстрого сортировки данных, например, чтобы смотреть информацию по конкретному агенту, по конкретному отделу. Добавить фильтр времени. То есть задать какие-то промежутки времени, которые вы хотите проанализировать. Ну, давайте, например, добавить фильтр времени. Мы сейчас продемонстрируем. Будем мерить его от момента под тикетсольдом. Можем задать в раскрывающем списке. И сделать как календарь простые диапазоны. То есть это будет сегодня, вчера, это неделя, последняя неделя. Ну, обычно, самый удобный способ это календарь. Закрываем. Тоже все двигаем, чтобы нам было удобнее. И теперь мы можем, например, посмотреть, сколько у нас было с 1 декабря. Оп, видим, что повозрастовало только у нас были обращения к моей тестовой. Все это опубликуем. У нас готово. Да, также, наверное, вернусь еще в наш отчетик. Покажу, что можно различно, по-разному визуализировать. Не только таблица. Есть разные типы визуализации. Например, круг. То есть тут надо вот так переместить. Более красиво для каких-то отчетов, для презентации. Можно сразу выгружать такую информацию. Менять цвета и так далее. На этом, наверное, мое демо тоже подходит к концу. Поэтому всем большое спасибо за внимание. И теперь мы можем перейти к нашему блоку вопросов-ответов. Я сегодня тоже, как и в роли модератора, проведу эту часть. Итак, у нас первый вопрос от Олинги Беспаловой. Извиняюсь сразу, если, возможно, буду неправильно называть фамилии. Не обижайтесь, я не специально. Итак, вопрос адресован Саше. Работаете ли вы с банками? Персональные данные клиентов в облаке не очень безопасно охранить, видимо. Хорошо. Саша, тебе слово. Спасибо за этот вопрос, Ольга. Я думаю, что достаточно длинную философскую дискуссию можно из этого развернуть, что безопаснее ваш собственный центр информационный либо облако. То есть помимо того, что мы сертифицированы на все, что только может быть в плане безопасности, то есть у нас есть вплоть до того, что у нас можно хранить информацию о медицинских страховках и заболеваниях клиентов в плане работы с банками. Работаем мы или нет? Конечно же, да. То есть у нас очень много банков на территории Великобритании. Если мы говорим об Украине, то, например, такой флагман из наших клиентов – это Alphabank. То есть зайдите на alphabank.ua, нажмите на виджет службы поддержки, и это будет наш Zendesk. То есть это отдельный продукт Sunshine Conversations, но тем не менее это наша платформа, с которой они работают. В дополнение еще хотелось бы сказать, что это как раз то, о чем я говорил, когда данные можно показывать агенту, при этом не заводя их в Zendesk. То есть как бы у вас есть окошко, и в этом в окошке, то есть с технической точки зрения, это iFrame. То есть это такой небольшой участок экрана, в котором вашему агенту вводятся данные из какой-то третьей вашей системы. Их видит агент, но они при этом не заводятся в Zendesk, то есть они остаются на вашей стороне. Плюс у нас есть PCI-комплайент формы для кредитных карт и тому подобное. То есть в плане защиты информации, в том числе и для клиентов банков, абсолютно все на высоте. Связывайтесь с нами, с удовольствием обсудим с вами. Спасибо за ответ, Саша. И второй вопрос тоже от Ольги. Можете рассказать о кейсе переезде с другого helpdesk? Ну, здесь могу и я ответить. Кейс переезда тоже вполне решаемая задача для Zendesk. То есть здесь только необходима информация с другого helpdesk. Возможно ли оттуда выгрузить всю информацию? Если это есть возможность, то никакого труда не составит перезалить ее обратно в Zendesk. То есть сохранить всю историю всех своих уже заведенных юзеров. И после этого никакого труда не составит стартануть все на Zendesk с сохранением всей истории обращения до этого, которое было на другом helpdesk. И информацию по клиентам также останется сохраненной. Надеюсь, что ответил на вопрос. Следующий вопрос от Надии Длигач. Подскажите, пожалуйста, могут ли агенты службы поддержки передавать вопросы в другие департаменты? Логистика, финансы? Да, конечно. Агенты могут передавать эти запросы на другие отделы. Это может быть как вручную выбрать отдел и передать на эту группу. И агенты этой группы логистики, финансы получат соответствующее уведомление, что им надо обратить внимание на этот тикет и перейти в его работу. Также можно заготовить, как я демонстрировал, макросы. То есть набор сразу специальных действий, где агент применит макрос, сменится группа пользователя, агент обновит этот тикет, и он улетит на другую группу поддержки. И следующий вопрос также от Надии. Можно ли решать вопросы с департаментами в приложении Zendesk без выхода в другие приложения? Конечно, можно заводить другие отделы, как легких агентов. Это агенты, которые без лицензии. И у них будет функционал просто отвечать вот этими внутренними примечаниями тикетия, оставлять свой ответ какой-то. И дальше уже будет агент первой линии поддержки брать этот ответ от других департаментов и связываться с клиентом, с обратной связью и предоставлением решения. Также я здесь хотел бы дополнить. Есть еще такая замечательная штука, как дополнительные переписки. То есть непосредственно из интерфейса тикета вы можете создать имейл или сообщение через Slack или дочерний тикет. То есть, как правило, достаточно популярно среди тех клиентов, которые пользуются Slack. То есть Slack вообще огонь для них. Они очень довольны этой интеграцией. Плюс вы можете прямо непосредственно из интерфейса агента создать имейл, добавить в этот имейл какие-то индивидуальные комментарии. То есть выбираете, я хочу вот это, вот это и вот это из тикета информацию отправить по имейлу. И когда, то есть с точки зрения того человека, который получает этот имейл, это просто имейл, и в нем есть какая-то информация, ему не нужно при этом заходить в Zendesk, чтобы поработать с этим запросом. Он просто, как обычно, отвечает из своего почтового ящика, пишет ответ, и этот ответ автоматически уходит в Zendesk, в тот же самый тикет. И вся та переписка, которая ведется, она непосредственно привязана к тому тикету, из которого она была начата. И как бы у вас есть вся информация по этой переписке, которая является частью этого тикета, но не видна при этом для клиента. Очень удобно работать с внешними какими-то. То есть если вам нужен какой-то approval от кого-то, или, допустим, нужно проинформировать партнера о том, что где-то что-то упало, что-то не работает. То есть это очень пользуется популярностью среди наших клиентов. Легко и просто, как все в Zendesk. Спасибо, Саша, за дополнение. И следующий вопрос. Так, следующий вопрос у нас от Ольги. Может ли клиент оценить не только формат like-dislike, а поздравление подготовленного опроса с открытыми и открытыми вопросами? Такая возможность есть в одном из приложений, только вот я не помню его название, которое есть, размещение на Marketplace Zendesk. Можно выставлять другие оценки, но в Zendesk используется вот именно такая система like-dislike. Плюс при дизлайке можно еще настроить кастомные поля, выборы... Дополнительные вопросы, которые... Да, дополнительные вопросы. Да, что именно не понравилось клиенту, и оставлять в комментарии. То есть, помимо этого, если вас интересуют какие-то более подробные опросы для ваших клиентов, я не знаю, если вы напишите в Survei или что-то вроде того на нашем Marketplace, и у вас там пару десятков приложений вам покажется, которые эту функцию закрывают. Вопрос от Антона Шведа. Добрый день. Какая на сегодняшний день связка системы ERP-CRM может быть самой актуальной для поддержки работы оптовой торговой компании-дистрибьютора? Хороший вопрос. Ну, здесь я как демонстрировал Shopify, Salesforce, вроде вот это самое-таки топовое решение, но, как я отмечал в своем демо, любую систему можно подружить с Zendesk. Здесь только нужно более техническое погружение, потому что нужно разработать свою аппку, которая будет предоставлять необходимую информацию Zendesk для вашего агента. Я тут дополню, то есть все очень сильно зависит от вашего юзкейса, то есть все зависит от того, как оперирует ваша компания и на какие вопросы ваших служб поддержки часто приходится отвечать. То есть если к вам обращаются клиенты и спрашивают, когда у нас будет поставка там пяти вагонов спичек, которого мы ждем там уже два месяца, и при этом у вас эта информация по срокам доставки живет в ERP, то, конечно же, есть смысл подключить ваш ERP к Zendesk, то есть как бы сделать интеграцию, чтобы агент мог смотреть непосредственно в ERP из окна службы поддержки. Если мы говорим о CRM, то это одна из самых популярных вообще связок, то есть support CRM, то есть мы тоже видим нас как CRM, то есть есть sales-first CRM, мы являемся support-first CRM, то есть как бы мы строимся вокруг службы поддержки. И если у вас какая-то есть отдельная CRM, то есть если я не ошибаюсь, то, по-моему, наша связка с Salesforce, то есть один из самых популярных CRM, это самый популярный апп у нас на Marketplace, то есть как бы у других аппов нет таких цифр, как у CRM. И при этом, как я уже сказал, то есть зависит от того, что вашему агенту нужно для того, чтобы решать какие-то вопросы, если нужна информация из ERP, конечно же, стоит подключить CRM 100%, да. То есть когда агент понимает, с кем он разговаривает, то есть это VIP, это какой у него объем заказов, чего он ждет, может быть он там красный клиент, в том смысле, что есть опасность, что они уйдут к другому провайдеру, то, конечно же, CRM, это, как правило, один из самых популярных интеграций, одна из самых популярных. Спасибо за вопрос, хороший вопрос, кстати, был. И еще один вопрос от Ольги. Есть ли какой-то онлайн-мониторинг для менеджеров? Здесь я не совсем, наверное, понимаю. Онлайн-мониторинг, даже... Я думаю, что это дешборды, и я думаю, что здесь стоит упомянуть про реал-тайм дешборд, то есть у вас на Enterprise плане есть дешборд, который показывает вам в реальном времени, что у вас происходит в службе поддержки. То есть, как правило, это используется... То есть живые данные вам нужны для того, чтобы принимать какие-то тактические решения. То есть если я вижу, что у меня вот там с 10 часов вдруг начал расти объем обращения по чатам, и при этом звонки пошли вниз, то я, соответственно, беру просто нескольких агентов и говорю, ребят, давайте вы слезайте с телефонной линии, помогайте ребятам на чате, потому что там очередь растет. То есть как бы вы операционально управляете своей службой поддержки на основе данных в реальном времени. Что касается мониторинга остального, то есть то, что показывал Артур, то есть по тикетам, по чатам, по звонкам у вас вся статистика есть, плюс эту статистику можно выгружать. То есть, как правило, там, при этом в какие-то крупные компании у них уже есть какой-то свой BI, куда все сходится, будь то Looker, будь то Power BI, будь то Tableau или еще что-нибудь. У нас есть, опять же, для многих из этих поставщиков BI у нас есть уже готовый коннектор, допустим, с тем же самым Power BI. Это, по-моему, даже коннектор со стороны Microsoft разработан специально для нас. И эти данные, соответственно, из Endesco, то есть мы не держимся, не стараемся все удержать в себе и работать только с нами. То есть мы абсолютно открытая платформа. Если вам удобнее смотреть на эти данные где-то в третьих системах, мы абсолютно для этого открыты. То есть в плане мониторинга и в плане взгляда на данные с нашей стороны все в абсолютном порядке. Спасибо. И последний вопрос от Ольги о банке RF. Интересно посмотреть кейсы. Видимо, интересно Ольге разобрать больше кейсов использования Endesco именно банками RF. Про банки RF я не скажу так на вскидку. Ты помнишь, какой-нибудь артур, нет? Нет, я не помню, но уверен точно, что есть белорусский банк, альфа банк и украинский альфа банк. К сожалению, на вскидку не скажу тоже, есть ли у нас банковские клиенты в РФ. То есть я технический специалист, мне нужно с Алзами поговорить, спросить. То есть свяжитесь с Клод Фрешем, свяжитесь с нашими аккаунтами, они с удовольствием вам расскажут, покажут, объяснят. Да, я тоже проектный менеджер, поэтому тут нужно уточнять у наших ребят сейлз, поэтому можете оставить заявку у нас в чате и в описании к трансляции. Мы с вами свяжемся и проконсультируем, подскажем, как можно использовать Zendesk для обслуживания саппорта в банке. Так, еще есть вопросы, оказывается. Замечательные вопросы, еще два. Все. Да. Есть ли возможность авторизовать обработку обращений посредством настройки правил по условиям? Если произошло определенное событие, то клиент получает определенный ответ на свой вопрос. Да, такое есть. Это можно делать с помощью триггеров, то есть, если встречается какое-то сообщение в тексте email от клиента, например, там, моя карта заблокирована, то можно сразу выдавать автоматический ответ с какой-нибудь ссылкой на статью. Это то, что мы сегодня не затрагивали, но у Zendesk есть еще такой продукт, как Guide. Это база зданий, где вы можете размещать информацию полезную информацию для клиента, то есть, ответы на часто задаваемые вопросы и вот, например, настроить такой триггер. Если встречается слово «карта заблокирована», то выдавать статью «что делать, если моя карта разблокирована?» и отправляется это сообщение клиенту в ответ, он переходит по ссылке, которая ему пришла и он видит набор действий, что ему нужно делать. Зайти в приложение, перейти на карту и блокировать их, например, или что-то подтвердить. Вот такой вот плюс, возможно, если... Да, да, Саша. Добавлю от себя еще, то есть, мы, в принципе, знамениты этим автоматизацией работы агента, и это, на самом деле, очень важный и ключевой вопрос вообще масштабирования, то есть, когда у вас вдруг наблюдается экспоненциальный рост юзеров или экспоненциальный рост клиентов, вы не хотите, чтобы у вас, опять же, служба поддержки, количество агентов также экспоненциально росло. И, то есть, если поставить графики, то, как правило, то есть, вы хотите, чтобы у вас клиенты шли вот вверх, очень крутая кривая, и при этом, чтобы служба поддержки была достаточно плоская по сравнению с этой кривой, и как раз-таки этот эффект достигается тем, что очень многие задачи в ЗНДСКе автоматизируются. Для нас это, в общем-то, боль наших аккаунт-экзекутивов, которые общаются с нашими клиентами, когда они там приходят и говорят, ребят, вот у меня 150 человек сидят в службе поддержки, мы смотрим на то, как они работают, то есть, у нас есть такой сервис, как Agent Shadowing, то есть, там связываемся по Zoom и смотрим, как работает агент непосредственно, и делаем себе заметки, что можно при этом поправить. И после таких мониторингов работы агента, то есть, мы связываемся с клиентом и говорим, ребят, замечательно, мы смотрим, как работают ваши агенты, вам не нужно 150 агентов, то есть, давайте мы вам лучше продадим 120, потому что вы кучу всего того, что они сегодня делают руками, автоматизируете, и вам 150 агентов не будут нужны 100%. Они говорят, нет, у нас служба поддержки, у нас там рост клиентов, и давайте нам 150, и все. и желание клиента закон, клиент король, и через буквально каких-то там 3-4 месяца они возвращаются к нам и говорят, ой, ребят, а можно нам сократить вообще контракт на 50 человек, потому что мы там что-то поавтоматизировали, и нам теперь столько много не надо. То есть, это один из ключевых вообще пунктов работы с Zendesk, это как раз таки то, что вы очень много всего автоматизируете, и связь с третьими системами, обеспечивается очень хорошо, то есть вы можете реагировать на события, которые где-то там произошли, пробрасывать эту информацию внутри Zendesk, и в зависимости от этого какие-то действия производить с тикетами, какие-то действия производить с обращениями автоматически, и опять же, то есть вы можете легко и просто ваш администратор, то есть тот гайд, именно база знаний, которого применил Артур, то есть если вдруг что-то упало, и у вас начинает сыпаться, то есть вы можете быстро сделать статью, и буквально в течение нескольких минут эта статья попадает в кэш нашего бота, который дает ответ на часто задаваемые вопросы, и соответственно эта статья сразу же начинает предлагаться клиентам, когда они вам что-то пишут, и когда вам проблема известна, то есть вы ее заранее говорите, окей, нам все это известно, если хочешь, заполни вот эту форму, и когда мы все это поправим, мы тебя автоматически оповестим. это подводит нас как раз таки к следующему вопросу, замечательно от Илана Гаврилина, можно ли применить Zendesk для организации работы компаний, которые разрабатывают определенную программу, то есть вы разрабатываете софтвер, я так понимаю, то есть создать тикет для разработчиков, когда клиент сообщил о баге и тому подобное. У нас замечательная интеграция с Jira, с Jira Cloud, или с Jira седьмой версией и выше, если она у вас бегает, он прям, и при этом у нас есть еще такой замечательный функционал, как Problem Incidence, то есть у вас появляется какой-то баг, и когда вам об этом баге сообщил какой-то клиент, вы не только хотите передать это в службу поддержки, но вы еще и хотите, чтобы когда у вас что-то упало, или когда у вас какой-то баг случился, выглядели какое-то кривое обновление, вернее, выглядели обновление, она оказалась там в каком-то месте кривым, и вам начинают сразу сыпаться обращения от клиентов, не только от одного, который идентифицировал этот баг, но и следующий как бы туда же подгребают. Соответственно, вы просто создаете проблему, и к этой проблеме можно подсоединять инциденты, то есть проблема описывает как бы сам баг, и эта проблема связана с тикетом в Jira, ребята из Jira могут писать комментарии какие-то вам в этот тикет, в общем-то мастер-тикет, назовем его так, и то есть там происходит коллаборация между службой поддержки вашей службы и разработчиками, и после того, как разработчики из Jira говорят, привет, у нас все, мы поправили, обновление выкатили, сервер перезагрузили, все хорошо, информировать у клиентов, вы пишете в этом мастер-тикете открытый ответ, и этот открытый ответ расходится на все инциденты, которые подсоединены к этому мастер-тикету, то есть как бы вы всем, кто писал вам про определенный какой-то баг, вы их обновляете все вот так за раз, то есть, допустим, если у вас там 150 тикетов, они залинкованы к этой проблеме, и проблема исправлена, вы пишете апдейт в проблему, закрываете эту проблему, вернее, решаете этот тикет, и все те тикеты, которые к ним подсоединены, получают тот же самый апдейт, то есть вы информируете клиентов, плюс они автоматически выполняются точно так же, потому что они залинкованы к мастер-тикетам. Да, одним махом можно решить сразу. Да, тут опять же, если упомянуть, если упомянуть гайд, опять же, здесь, то в плане, если вы разрабатываете какой-то программный продукт, у нас очень хорошая база знаний, и то есть я не помню, кто это, по-моему, Плеск, то есть вот ребята из Чехии, то есть у них было сокращение обращения в службу поддержки, по-моему, до 35%, то есть они расписали документацию в нашем гайде, это документация, когда люди задают вопросы, автоматически предлагаются ботом, плюс она очень хорошо гуглится, когда люди там пытаются сначала погуглить, прежде чем обратиться в службу поддержки, и то есть у них там прям очень серьезное какое-то было сокращение в плане объема титетов после того, как они перешли на Zendesk. Спасибо. Еще один вопрос. Есть ли у вас адсорс таких сотрудников, которые посмотрят и скажут, что автоматизировать? Конечно, есть. Это как раз есть я, ко мне можно обращаться, ну, то есть тоже можете оставлять заявку, которую я уже говорил, есть в чате и в описании. Я со своей командой как раз занимаемся имплементацией Zendesk, то есть настройки с нуля под ваш бизнес, и также дальнейшее сотрудничество, где мы спустя какое-то время встречаемся, обсуждаем, какие воли у вас есть, и пытаемся их решить. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, чем можем, тем поможем, и обязательно поможем. Ну, вижу, что вопросов больше нет, поэтому, думаю, можем объявить победителей за самые хорошие вопросы. Отметим Ольгу Беспалову, Ивана Гаврилина, Антона Шведа и Надея Длибич. Пожалуйста, напишите нам на имейл, сейчас я, наверное, забыл его расшарить и показать. Сейчас делаем. Да, то есть, победители, пожалуйста, напишите нам на имейл, вот этот вот, hello, собака, собачка, cloudfresh.com. Теме письма напишите, что вы победитель вопрос-ответ с вебинара, и дальше мы уже с вами свяжемся и определим, как вам вручить этот приз. что же, наш вебинар подходит к концу, поэтому я хочу поблагодарить всех за внимание. Надеюсь, что вся информация, которую мы сегодня поделили с вами, ответили на ваши вопросы, была для вас очень полезной. И надеемся, что дальше у нас получится какое-то сотрудничество, поэтому оставляйте ваши заявки, которым можно перейти по ссылкам в чате и в описании. Дальше мы уже с вами свяжемся, покажем еще больше интересных вещей в проведенном демо, и можем сотрудничать и делать ваш саппорт крутым и классным. Спасибо большое. Спасибо, Саша, что тоже поучаствовал в сегодняшнем нашем вебинаре. Большое спасибо за приглашение. Тоже от себя хочу сказать всем большое спасибо за вопросы. Замечательно интересные вопросы. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за приглашение, Артур и CloudFresh. Спасибо. Да, вопросы действительно были классные. Спасибо. Всем пока.